Ребята, всем привет! Нахожусь я сейчас в селе Дроновка, чуть ниже слияния реки Бахмутка с Северским Донцом. И вот с вот этого прекрасного места, начиная с самой сегодняшней двух или трех, может быть и больше, дневных сплавов по реке Северский Донецк. От села Дроновка до города Лисичанска. Посмотрел я в интернете, не нашел я ни отчетов, ни видео именно вот этого отрезка Северского Донца. Сам я там тоже никогда не был. Хочу снять видео, показать вам, какие здесь есть интересные места, стоянки. Все буду вам показывать, по возможности рассказывать. Буду по дороге ловить рыбу, щучку, головня, буду пробовать на ультралайт. Вот с такими вещей. Ну, в основном, самым большими занимает лодка, а в сумке это там спальник и еда. Так что, друзья, давайте, бежите на кухню, заваривайте чай, режьте бутерброды и поплыли вместе со мной. А сейчас я пока не буду качать лодку и собирать вещи, упаковываться и выдвигаться. Ну, все, лодка уже накачана. Поставил я одну дощечку твердого пола, больше не стал брать, но не надо, там, куда ноги ставлю, хватит. Сейчас засыпаю сидушку и будем уже ставить лодку на воду. Ну, все, ребята, собрал лодку, упаковал вещи. Назад тоже рюкзак будет мне почти как спинка. И сумку сюда под ноги, удочка, воблера, палатка там, ну, все как надо. Ну, что, вы готовы? Чаек заварили, ну, погнали вперед за приключениями, за красивыми пейзажами и вообще просто отдых для души. Ну, все, я отчарил, потихонечку иду. Вот такой туманчик небольшой на воде. Здесь Донец пока ведь еще более-менее глубокий, течение небольшое. Там, я думаю, дальше до села Серебрянка, там уже идет не глубокий, мелкий Донецк, там течение будет побыстрее, так что, думаю, будем двигаться порезвее. Ну, а сейчас потихонечку сплавляюсь, сейчас ставлю воблер и буду бросать так по бережкам и потихонечку идти. Ребята, смотрите, вот он первый уловчик, вот такой вот главный, взял, опять же, на тот же самый воблер, страйк про, как я ловил их в прошлый раз. Ну, он такой небольшой, но я его, наверное, сейчас возьму, у меня есть садок и пусть плывет вместе со мной. Если я поймаю шуми покрупнее, я всех отпущу и одну оставлю, потому что сегодня хочу сварить уху. Ну, вот я прохожу вот такой вот пляж, это база для лухих называется. Приплыл я вон оттуда, судя по навигатору, проплыл я два с половиной километра, скорости вообще сплава никакого нету. Показывает GPS, это спидометр до одного километра, даже кое-где нету и километра. Вот сейчас вот здесь начинается небольшая быстренька, здесь будет два острова. Сейчас, не знаю, солнце светит, чтобы не попало в камеру. Вот сейчас один островок, а вон там дальше второй остров. Здесь мелко и вот видно, что начинается более-менее течение. Но только проплыву остров и сразу там течение закончится. Дальше тоже начнется широкий Донец и глубокий. Плыву, пытаюсь потихоньку немножко ловить. Вот и поймал головника. Так, там брошу, там брошу. Но если особо засыгрываться на рыбалке, это будут сплавляться вообще неделю. Так, потихонечку иду самосплавом. Прошел эти два острова. Там течение хорошее, замерял скорость до трех километров. Так будет везде. Но такого не будет. Сейчас Донец опять хорошо расширяется. Он уходит туда-вдаль. Еще и поднялся ветер. Как раз меняю в лицо. Еще и ветер тормозит мой сплав. Ну вот сейчас проплываю мимо такого вот места под названием водокачка. Здесь раньше была старая водокачка. Куда-то качали воду на полив. Видно здесь наверху, по-моему, были виноградники старые. Наверное, для полива туда качали. Это находится в районе поселка Рудник. Там вот через лес пройти, наверху будет. Он уже практически заброшенный, но еще люди там живут. На этом месте я много раз останавливался. Есть видео, когда я ходил на рыбалку по берегу, на щуку, на головня. Я постоянно сюда дохожу. Обедаю, отдыхаю и иду потом назад на электричку. Вот такое вот интересное оборудованное место. Ну а у меня еще, вон туда вниз, там видно рыбаки тоже стоят. Подплыву до них, спрошу, поймали еще или нет. Вот островок виднеется. Ну он с одной стороны закоряженный очень сильно, а с этой стороны хорошо. Там небольшая мель, может будет течение чуть-чуть быстрее. Ну сейчас буду подплывать, посмотрю. Тут скорости практически вообще не было. И шел на веслах, чтобы хоть чуть-чуть побыстрее проплыть этот ровный участок сельско-донца. Снова пошла небольшая мель. Середина вот донца заросшая. С той стороны там протекает Донец, но там течения практически нету. А вот с этой стороны хорошее течение. Я сейчас иду где-то километра два-три в час. Вообще обалденно красиво. Начало осени. Просто супер. Деревья начинают только желтеть. На улице не сильно жарко. Ветер перестал, хорошо. Ну а я вот так потихонечку иду. Скоро буду подходить до села Серебрянка. Там включу, покажу вам несколько интересных мест. А вот чья-то лодка. Уже утонула, изгнала. Больше она никогда не поплывет. Может быть ее весенним паводком смовит. И все, и пойдет она на дно. Вот тут спереди вот такие вот заросли небольшие. Ну сейчас я их обойду отсюда, с левой стороны. И вот Донец поворачивает уже. Вот я сейчас проплываю в пляжи бывших лагерей. Вот здесь вот в камушах заросший был пляж. От предприятия Артем Соль, от лагеря Радуга. Ну, лагерь сейчас работает. Пляж зарос. Сейчас дети ходят в бассейн. На Донец уже никто не ходит. А вот здесь сейчас чуть ниже повернусь. Вот. Вот это пляж бывшего лагеря юбилейный. Сейчас это турбаза от Артемовского завода, от золота. Но она тоже уже почему-то плохо работает. Поначалу только открылись. Было такое популярное заведение для отдыха. А сейчас уже как-то чуть-чуть позатихло, хвасло все. Ну, пляж еще поддерживает. Трава выкашена. Стоят грибки вон. Там дальше сетка волейбольная натянута. Ну, вот такое вот место. Сюда есть подъезд с машиной. Можно заехать. Ну, а мне туда вниз. Дальше вот сейчас будет еще один поворот реки. И туда дальше. Ну, вот у меня на пути очередной остров. Обойду его с правой стороны. Здесь более-менее тенечек есть. Уже стало жарковато. Я уже даже подразделся. Снял футболку. Плыву, загораю. И вот здесь где-то от этого острова, наверное, взять вот так через лесок напрямик. Начинается уже село Серебрянка. И буду я так по населом, по населом плыть. Оно так идет. Долго идет. Там до нет будет петлять. Ну, я вам там покажу. Все расскажу. Будут там еще тоже интересные места красивые. Ну, а мне сюда, по правой стороне, обходить остров. До сих пор цветут кувшинки. Вроде уже и осень. Кувшинки до сих пор еще цветут. Еще даже до конца не раскрылись. Вот смотрите, сколько их тут над островом. Вообще красивое место такое. Обалденное. Прошел я по навигатору уже 7 километров. Но это по прямой. Донецк петляет. Там выходит, наверное, километров до 10 будет. Выплываю вот к такому месту. Это пляж бывшей турбазы Белокаменского. Турбаза завода. Шамотнава. На этом когда-то дереве была тарзанка. Видно, дерево упало. Тарзанку перевязали на это. А вот здесь вот сейчас чуть ниже. Вот здесь вот. Это пляж от турбазы Артем Соль. Турбаза действующая. Но уже не сезон. Уже закрыто. Отдыхающих нет. И вот такой вот здесь. Но это еще не остров. Тут еще пока мель. Но со временем его замулит. Затянет всякими ветками, корягами. И я думаю, со временем. И это будет уже настоящий остров. Вон виднеется уже песок. Пляж-то наверху беседки стоят. А меня так потихонечку течением несет. Здесь пошла мель. Пока иду хорошо. Сейчас там чуть ниже. Там была стояночка местная такая. Со столиком. Если там не занято, наверное, там остановлюсь. Немножко отдохну. Ну, вот так покажу вам чуть поближе. Вот здесь сейчас лодка стоит. Из местных. Вон там наверху беседочка. А вот тут беседка. Там волейбольное поле. И вот такой пляжик здесь. Людей нету. Ну, хотя вода еще теплая пробовал. Купаться еще можно. Ну, сегодня понедельник. 2 сентября. Дети пошли в школу. Может быть на выходных кто-то и будет. Остановился я вот на таком вот месте. Там на том пляже была занята. Там пьяная села компания. Не хочу я с ними связаться. Останавливаться там. Ладно. Вот снова это до сих пор идет село Серебрянка. И вот здесь вот такое вот место. Лежат бетонные плиты. Видно здесь раньше или была переправа на ту сторону. Или приезжали машинами. Лес. Воду сваливали. И потом по течению там дальше где-то собирали. Вытягивали. На той стороне стоят какие-то лодки. Здесь вот помостик. Вон лодка чья-то. Ну, здесь огороды выходят. Это как раз огороды сразу в Донецк. И вот туда уходит дорога. Дорога видно наезженная. Наверное сюда еще приезжают. Привозят дрова. Потому что здесь много валяется коры с деревьев. И потом лодками так же самое перевозят на ту сторону. Сейчас вот здесь в тенечке у меня есть шоколадка. Перекушу немного. Попью водички. И надо, наверное, стравить баллоны. Потому что солнце припекает. Баллоны раздулись очень сильно. Боюсь, чтобы они где-нибудь еще не треснули. Но лучше их чуть-чуть поспустить. Так что сейчас минут 10-15 отдыхаю. И буду опять отправляться в путь. И вот здесь поворот реки. И Донецк туда уходит вдаль. Здесь ничего не видно. Потом выплыву, покажу. Ну все, отдохнул я. Уже выплыл. И только вот встал на воду. Практически за поворотом. И сразу вот показалась мне меловая гора. Под названием Марина. Наверху там колокольня. Я сюда ходил в поход. Тоже есть видео на канале. Так что заходите и смотрите. Вот это один бугорок будет. Горы. И вот тут другой. Здесь пару таких быстринок. Поговорил с местным мужичком. Рассказал мне он. То, что перед Лисичанском будет железнодорожный мост и автомобильный мост. Их охраняют военные. Под мостом никого не пропускают. Наверное придется делать два обноса. Но это будет уже завтра. За сегодня я туда все равно не доплыву. И вот такие вот красивые места здесь. И вот впереди виднеется двухэтажный домик прокурора киевского. Прям под горой. Обалденный дом. Еще не достроенный. Местный мужичок сказал там даже останавливаться нельзя. Типа как он выкупил там весь берег и кусок Донца. Везде стоят камеры. Так что я сейчас вот отсюда сниму сдалека. И больше там снимать не буду. Может даже отплыву так. Покажу ракурс с той стороны. Вот такой шикарный вид на миловые горы с Донца снизу. Вообще красотища. Впереди вот будет завал небольшой. Еще одна быстринка. Пока мистечение хорошее. Вроде иду без весел. А там дальше посмотрим. Вот меня сейчас несет на такой перекат. Сейчас будем его проходить. Надеюсь там камней нету. Ну вот он такой перекатик. Раз. Хорошо. Так бы всегда не слоп по течению. Было вообще чудесно. И здесь вот сразу такой тоже скоро будет остров. Образующийся новый остров. Лодку крузит. Вот с этого ракурса вообще обалденнейший вид. Вот такие вот полуобнаженные миловые горы. Просто красота. Обалденная. А вот здесь сейчас повернусь. Есть вот такой вот небольшой пляжик. Здесь есть дорога подъездная. План-горой тут идет. И люди сюда приезжают отдыхать и купаться. Вообще место шикарное. Вот на той стороне еще одно такое оборудованное место. Вон по мосту лодка стоит. Здесь местные тоже переплавляют дрова. Здесь вот на этой стороне сейчас крутнусь. Тоже вот стоит две лодки. И вот здесь они переплывают и возят домой дрова. Ну скорее всего наверное рыбачат. Сейчас тут ничего нету. Я здесь когда был здесь куча дров была навалена. Там еще дальше будет одно место. Покажу. Может быть там есть. Течение есть, но небольшое. Это я уже проплыл в Серебрянку. Скоро будет Григорьевка. Сейчас здесь будет пляжик за поворотом. Там наверное остановлюсь. Немножко похожу. Ну а вот эти дрова, за которые я вам говорил. Вот они их сюда привозят с леса. Сюда вываливают на берег. И потом лодками перевозят вот на эту сторону. Вот лежит куча сложенных дров. Потом сюда подъезжает машина. Тут дорога вот на гору идет. И вывозят дрова. Остановился я немного отдохнуть. Вот на таком вот коровом пляже. Здесь приводит коров на водопой. Небольшая мель. И вот там вот наверху на бугру там стоит коровича как она называется загородка. Там их доят. И здесь они гуляют и пасутся. Как всегда мусор валяется. Ну это нормально для наших краев. И вот туда дальше уходит Донецк. Сейчас поднимусь наверх. Покажу вам вид сверху. Вот здесь все натоптано. Вот это тропы. Это все натоптали коровы. Ну вот я забрался на такую небольшую меловую горку. Внизу там вот моя лодочка. Туда вдаль вот утекает Северский Донец. Вон виднеется крыша этого докачка. Она еще действующая. До нее идет дорога тут понизу. И вон там вот наверху вон там вот стоят коровы. Их видно пригнали на обеденную дойку. Там навес. Ну оборудованный место там местных. Сейчас я похожу здесь немножко разомну ноги. Отдохну и буду плыть туда дальше вдаль. Сейчас я нахожусь приблизительно на середине между селом Серебрянка и селом Григорьевка. Меня что туда что вперед до того села практически одинаково. Началось село Григорьевка. Вот тут лавочки, столик стоит. Там было видно крышу первого дома. Вот здесь чья-то лодка стоит. Пошли уже такие берега уже обжитые. Там были такие более-менее диковатые. А здесь уже здесь небольшая стояночка. Там видно дорога подходит. там дальше пляжи. Пляжик вроде как издалеке. Течение здесь чуть-чуть сильнее стало. Так что потихоньку иду по плану. Скорее всего до той точки которой я хотел дойти не дойду. Чуть-чуть не рассчитал я с километражом. Но постараюсь поближе. Сегодня надо выклазаться на полную. Пока силы есть. Пока свежая энергия. Пока еще надо пройти больше. А потом уже меньший отрезок оставить на второй день. Вот сейчас проплываю такой мини сельский пляж. Здесь такая мель быстринка небольшая. Походу как песочек. Наверху там хорошо выкашено, убрано. Видно местное приходится покупаться. Такое вот место обалденное. Отдыхать вообще самый раз. Сюда бы палатку и на пару дней бы вообще было шик. Смотрите вот такой небольшой островок и на нем вырос подсолнух. Видно семечку водой принесло и подсолнух вырос. Цветет еще. перейдем какой-то камыш тут уже участки меня вообще неизвестны. Я здесь сам первый раз но думаю проход там по ревому с какой-то стороны будет. Не может даже Донецбурь полностью так заросший камышом. Еще потихоньку километра километром я прохожу свой путь. вон там за поворотом виднеется меловой склон. Ну закончилось село Григорьевка и пошли вот такие меловые горы над северским донцом. Тут коровки пастутся и эти горы будут идти прямо до Белогоровки следующего села. Вообще красота неописуемая. Аж дух захватывает. Конечно я уже чуть подустал когда начинаешь сильно уставать уже как-то и снимать особо сильно не хочется. Уже думаешь как бы быстрее встать на точку чтобы отдохнуть хорошо. Но ничего буду сегодня сплавляться до Победы пока есть силы. Посмотрел только по навигатору немного я вам соврал Белогоровка дальше не будет по донцам. Белогоровка она там за Григорьевкой дальше в ту сторону. А мне сплавляться ниже. Вот вообще шикарнейший вид на меловую гору. Такой небольшой плавный спуск растут елочки собственно на нем. Вот бы обалденно зимой вот тут на санках лупануть. Вот это был бы номер. Так меня несет вот эту корягу надо начинать выруливать чтобы не пробить лодку. Ребята смотрите две косули вышли на водопоге. Водичку пьют и меня вообще не боятся. Треть там наверху услышала видно ускакала а эти вот молоденькие еще. Одна испугалась эти шуганулись. да что вы боитесь пейте дальше. Головень скинулся шугаются. Ладно не будем мешать поплыли дальше. Время уже пол пятого Креша подустала уже сильно проплыл я там была водокачка какая-то безымянная речушка впадала там вдалеке маленькая и сейчас меня задом течение несет потихоньку отдыхаю по идее за поворотом сейчас должен быть детский лагерь или турбаза я уже точно не помню я буду подплывать тогда уже скажу точно рыбу больше не ловлю нету желания может быть завтра с утра когда буду начинать сплавляться покидаю проплываю эту турбазу за которой я вам говорил это был когда-то лагерь теперь скорее всего его выкупили и это частная турбаза вот такой пляжик оборудованный места для рыбалки вагончик ну а что там дальше неизвестно и вот передо мной за поворотиком открылись Шипиловские горы это тоже меловые горы на них есть два древних кургана но каких времен информации нету я особо не искал вот такие вот древние меловые отложения это была Марина гора там в серебрянке а это Шипиловские горы тоже такие большие места для стоянки пока места нормального нету рыбацкие места есть для стоянки особо нету хорошего такого но еще пока время есть проплыву чуть дальше по-любому что-то хорошее найдется здесь недалеко населенный пункт должны люди приходить отдыхать ловить рыбу так что место хорошее найдем нашел наконец стоянку для ночевки плыл я там на повороте должно было быть два пляжа думал там остановлюсь хорошо чтобы на песочке там на одном пляже компания гуляет на другом пляже не стал задерживаться лишний раз связываться неохота проплыл здесь еще от пляжей не займу уже километр и уже все повороты выровнялись и теперь Донец идет ровно вдаль меня завтра в основном Репси целый день будет по прямой до слияния реки Красная с северским Донцом ладно нашел такое местечко более-менее нормальное вышел посмотрел населенных пунктов рядом нету хорошо дорога как это проходит но не сильно еженая вот здесь сейчас поставлю распалю костер нам приготовить поесть и уже отдыхать отложить вещи распалил я костер думал сварить ухи воды у меня питьевой осталось мало всего литра на завтра набрал с Донца хотел закипятить но как-то я ее набрал что-то она мне не нравится она воняет канализации здесь я проплывал сверху села видно какой-то сброс есть воняло вообще конкретно и здесь вот по берегам только становись и сразу слышно запах какой-то канализации не буду я рисковать не хватало мне еще травануться потом чем я вообще буду домой добираться так что делаем так головня я сейчас отпускаю головень живой есть у меня банка кильки в томате сейчас перекушу и буду ложиться отдыхать все ребята собрал палатку положил там уже внутрь свой спальник кинул рюкзак туда за палатку положил лодку перевернул пускай подсохнет и удочку повесил сумку просушиться и все вроде коснул готов сейчас вот это моя первая еда за сегодня это банка кильки в томате и хлеб ну и вода все у меня еще банка тушенки но это уже на завтра и макароны есть все есть но если найду воду если мне еще придется ночевать тогда уже буду что-то думать готовить может быть я завтра еще успею дойти до своей конечной точки и за мной приедет машина меня заберет но там будет день увидим все ребята кушаю и ложусь спать все всем до завтра спокойной ночи